Всем доброе утро! Я иду в универ. Сегодня беру вас с собой. У меня сегодня в универе очень ответственное задание, что я должна сегодня сделать. Сегодня у меня... Первое. Это я фоткаюсь для университетского альбома выпускников. Второе. У меня сегодня... Сейчас. В 12 часов будет психологическая лекция. Со мной будут разговаривать специалист, психолог. Это обязательно. Каждый семестр. Так что будем сейчас болтать с профессором. Говорит, что у меня всё хорошо, и я не собираюсь покончить с собой. Так что вместе го-го! Вот так вот красиво выглядит мой универ. Это его главные ворота. Он очень большой у меня. Погодка, конечно, сегодня очень радует. Вот так. Очень красиво. Людей сегодня очень много, учеников. Так сегодня середина недели. И я сегодня беру вас с собой. Универ. Вообще у меня сегодня три лекции, по идее. Но одна лекция была утром, онлайн. Я уже её прослушала. Вот. И сейчас у меня лекция с психологом. И вторая лекция у меня с... Две лекции. Специальный по спецпредметам. Вот. Вот. Так что я сегодня покажу, как я учусь. Вообще универ у меня очень огромный. Поэтому тут ездят вообще, по идее, автобусы. Вы там, видите, с этой библиотекой. До неё добраться — это вообще что-то. Сколько усилий потребуется. Она находится. Там ещё за библиотекой ещё есть корпус большой. Общежитие. До него тоже идти далеко. Вообще, вот здесь у нас на остановке есть автобусы, которые ездят по универу. Но сейчас их нету, так как сейчас обед. Вот. Погода вообще суперская. У нас дожди в последнее время. Но сегодня погода хорошая. Здесь очень много факультетов. Мой факультет находится на горе. Очень далеко. Мне приходится выходить за полчаса до лекции, чтобы дойти. Как минимум 20 минут. Там очень много улицы. Студентов. Так же по универу можно ещё кататься на вот таких бесплатных меликах. Час бесплатно получается. После часа уже этот взимая кладка. Такая у меня тут горка к моему факультету. И говорила на учёбу ходить. Ходить тяжело. Не то что учиться. Тут одни испытания. Ужас. Я до сих пор удивляюсь, как я ещё не похудела с такими горками. Вот. Видите? Чуть же я осталась. Вот здесь есть реклама крышков университетских, в которых можно будет поучаствовать. Чтобы подняться на мой факультет, нужно пройти вот эту огромную горку. Я пришла к ней сюда. Вот так выглядит мой факультет. Сейчас снимать нельзя, поэтому я пошла. Я прошла тест. Со мной всё хорошо. Посмотрите, какая у меня курточка. Вот такой образ студентки. Вы, наверное, меня впервые видите в таком образе. Вот так вот выглядит моя старая... О, как это? Так тут ругается. Так вот выглядит мой университет. Здесь находится мой офис. Офис. Так, вот так вот находится... Вот выглядит точное здание моего университета, где я учусь. Моего здания... Ну, здания, в котором я учусь, да? Моего факультета. Так, я сейчас иду кушать. Обедать я прошла нормально. Я прошла нормальный тест. Тест был очень интересный. Очень прикольный. Вот. И я сейчас иду кушать в столовую студенческую. Там, ну, так нормально. Вот. И заодно покажу вам свою столовую. Тест был действительно очень интересный, познавательный. Я поняла, что я немножечко поменялась в характере и вообще видении на этот мир. Вот. Да, было очень интересно. Бесплатно. Еще плюс она со мной поговорила о том, о моих переживаниях и всем остальном. Погода вообще суперская. Теперь я иду ням-нямкать, кушать. Чуть-чуть попозже покажу свой факультет. Вот. А пока я иду есть. Потому что я очень голодная. Я еще ничего не кушала. Вот. Но настроение у меня суперское. Потому что я поговорила с психологом за все это время. Рассказала все свои причины настроения, перемен настроения и все остальное. И это действительно очень-очень-очень помогло. Теперь идем кушать. Смотрите, как красиво. Сейчас покажу. Так выглядит мой факультет. Тут два здания. Первое здание и второе здание. Во втором здании мы практикуемся. В первом здании у нас проходит только лекции. Универ очень большой. Ребят, очень большой. Здесь такая красивая природа. Вообще просто. Я иду в столовую. Вот. У нас в универе три столовые. Три столовые. И там разные меню. Можно выбирать. Соловые, конечно, не бесплатные. Они платные. Вот. Идемте что-нибудь покушаем вместе. Здесь уже что-то расцвело. Всегда забываю, как называются эти цветочки. Смотрите, какая прелесть. Красота такая. Так радостно, что уже весна. Такая красота уже цветет. Я иду через парковку. Вечно не с того места. Ну и ладно. Как мне весело с вами. Как хорошо, что я начала вообще вести YouTube и показывать свои дни. Просто повседневные. Рассказывать вам что-то. Знаете, как приятно. Как будто я не одна. Очень интересно. Вот еще дерево. Вот столовка. Там уже людей очень много. Я схожу не с первого, а с задней мяркой. Я заказала себе фиби мян. Это лапша в соусе. Гландийский мячи и бульончик. Я сейчас с головой закушаю. У нас с головой есть китайская кухня, корейская кухня и фастбук. Я люблю читать больше китайскую, но вкуснее. Покушала. Немножечко поделала уроки. Теперь бегу на лекцию. На лекцию у меня две лекции подряд. Одна в три с трех до четырех тридцати. И вторая с четырех тридцати до шести вечера. На улице отличная погода. Да, идёмте смотреть, какая погода. Очень светло. Погода хорошая. Что-то привезли. Хорошей. Я иду себе в здание. Отсюда до моего здания идти не так далеко, где я была. То есть вот столовая, да? Отсюда, ну где-то, наверное, пять минут, если быстро. Если медленно, десять минут. Опять же, надо забираться на горку. Универс, сплошная гора какая-то просто. Горки, 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 горки американские. Вот. У меня сейчас очень важная лекция. Я люблю эту лекцию. Очень интересно. Только эта лекция у меня... Мне нужно прочитать материал. И сейчас у меня будет тест по этому прочитанному материалу, как я правильно прочитала его. Поняла ли я его или нет. Сейчас доберусь до класса и покажу книжку на корейском языке. Вот книга, по которой мы научимся. Это надо было всё читать. Вот так вот. И будет тест у нас всего дня. Я пошла читать. Вот так вот выглядит наш класс, где мы проходим лекцию. У меня закончилась лекция. Время 6 вечера. Я иду фоткаться на альбом. Такие, короче, вот места. Они все одинаковые. Вот. Я иду фоткаться на альбом. Это альбом для выпускника. Вот. Навряд ли там разрешат снимать, но я попробую для вас. Идёмте вместе. Вот там уже что-то темнеет на улице. Здесь такой же кабинет. На улице дохрен людей. Очень много. Смотрите, какие красивые облака в универе. И я иду за подругой. И её вот такой факультет. Она учится на факультете английского языка, литературы. Всё, что связано с английским языком. Да, это очень странно, что она учится на таком факультете, будучи в Корее. То есть в Корее она учится английский язык. Сейчас выйдет спросим, с чем она вообще выбралась в факультете. Но пока интересно. Все факультеты выглядят очень красиво в универе. Вот они. Как у меня будет время, я обязательно вам проведу такую экскурсию к каждому факультету. Смотрите, у нас Сакура расцвела. Сейчас покажу. Ой, она уже и опалить успела. Офигеть. Вот Сакура расцвела. Вот она. Красавица. Первая Сакура. Вишня, точнее, в универе. Пахнет очень вкусно. Ну вообще у меня как будет время, я обязательно вам потихонечку-потихонечку сниму все наши факультеты. Это очень красиво. Видите, сзади Сакура. Это факультет английского языка, литературы. И еще тут есть факультеты разных вообще языков, что связаны с языками и все остальное. Вот. Я жду ее. У меня немножечко закончились пораньше лекции. Я еще сегодня успела сфоткаться на каких... У меня фотосессия была на альбом выпускника. Правда, я не смогла вам это снять. Вот. Потому что там запрещена была съемка. Вот. Но я надеюсь, вы обязательно все увидите, как я получаю этот альбом. Я обязательно вам это сниму, покажу, выложу. А еще я обязательно вас возьму к себе на выпускной. Пока я ее жду, давайте немножечко посмотрим, что у нас тут есть. У нас тут очень красивые горы в универе. Сейчас покажу. Вот такая красивая охрененная погода у нас. Вот. Здесь факультет медицины и фармацевтики. А вот здесь у нас горы. Вот такие погоды вообще отличные сегодня. Наконец-то сегодня нету дождя. Здесь много таких всяких идиотских самокатов электронных, из-за которых постоянно какие-то эти происходят аварии. Мол, по университету двигаться пешком очень тяжело. А если не успел на автобус, то еще тяжелее. Приходится с одного выключиться, на другой бежать просто. Это очень тяжело. Особенно такие горки блин, везде. Смотрите, вот. Вот такой вот лес с этой стороны, с другой стороны. Обязательно вам покажу в следующих влогах, потому что это все навряд ли по месяцу. Но думаю провести с вами прогулочку по универу. Кто за, кто согласен, ставьте в комментарии пальчики вверх, чтобы я знала, что снять, чтобы снять с вами прогулку по универу. Универ очень большой. Наверное, сейчас уйдет, чтобы это все снять. Вот. Что там еще дальше есть? Идемте, пройдем. Там, кстати, задние ворота уже уходят. Вот. А утром то, что я показывала, это были передние ворота. Главные ворота. Вот. Там тоже факультеты все такие большие. Вон она вышла. Так. Идемте встречать подругу. Вот стоит. Зашла. Она меня нечет. Она мне звонила. Испортила мне всю съемку. И... Зараза. Я такая голодная из-за нее. Она вообще совести просто нету. Уходит поздно. Еще стоит и красится. Ответьте на вопрос. Почему вы в Корею выбрали именно направление английского языка? Без понятия. Пожалуйста, кто-нибудь скажите, почему я в Корею. Училась. А я емся вон тебе. Пали. Уля. Не на корейском. Почему? Окей. Вон твои ухожки. Скажите хай. Убежки. Что? Почему я выбрала английский? Да. Людям очень интересно. Спрашивают, как тебя зовут. Скажи сначала. Представься. Окей. Здравствуйте. Everyone. Я Мирим. Я с Кыргызстаном. Да. Думаю, вы меня уже видели. Да. Я оставлю ссылочку в комментариях те, кто искал ее. В общем, я Мирим. Я с Кыргызстана. Я учусь в Чуннаме. Уже четвертый курс. Вот-вот заканчиваю скоро. Почему я выбрала именно английский? Потому что у меня вообще не было вариантов. Потому что я пенепсенг. Будет пенепсенг. Перевелась в Чуннаме. И Кыргызстан Наран Олины Аковсаса. А тебе на русском. И вот тогда у меня вообще были типа не много выборов, вариантов. Вариантов. И вот я выбрала английский, потому что я думала будет легче. Оказалось, нет. Так что если вы собираетесь учиться английский фокус. Стоп. учите лучше. Вообще не стоит. В той стране, где используется английский язык, чем в Корее. Мы вообще-то у нас уроки 100%, окей, не 100%, а 95% на корейском. и я учусь с корейцами. Вот. В общем, наши профессоры объясняют всё вот, всё-всё-всё на корейском вообще. А на кого бы ты хотела учиться, если тебе дали второй шанс учиться в Корее? Я бы пошла на бизнес, маркетинг, либо на дизайнер. Тебе нравится бизнес, корейский бизнес? Ну да. Я вообще не интересовалась раньше, но последние вот годы, мне кажется, как бы чемисто. потому что думаю, потому что я хочу быть богатой. Хочу быть богатой. Всё, блин. Я хочу быть богатой. Она хочет быть богатой. Я вам показывала вон Сакуру красивую. Всё, все, кто искал Мирим и спрашивали, кореянка или нет, я оставлю в комментариях под этим видео ссылку на её канал. Я в инстаграмме Merima.Kim Да, вот. Так что те, кто не мог её найти, я обязательно поставлю. Она из Кыргызстана. Да, я правильно сказала. Да, ну, наконец-то. Вот. Я, кстати, сегодня без рекарда. Где твоя куртка? Куртка, где твоя? У меня, кстати, нет этого. Да, у неё нету куртки. Потому что я с третьего курса начала учиться тут, а потом, когда... Она не успела купить, потому что эту куртку покупают на первом курсе. Вот. Поэтому я в куртке, она нет. Вот так. Теперь мы идём кушать, потому что я очень сильно голодная и идём потом... Что делать? Учиться. Уроки делать. Мы решили сначала покушать, потом уже дальше видно будет. Кстати, почему ты снимаешь меня, когда я без моих копья? не успела. Ты всегда красивая. Увидимся за ужином. Пока. Тут вообще тут, короче, что-то происходило днём, когда я была... тут, короче, что-то происходило днём, какие-то всякие конкурсы, не конкурсы, короче, а мы вышли, у нас уже закончились лекции, тут больше ничего нет. У меня уроки с одиннадцати уже до шести были, а у меня уроки были с часу, но, тем не менее, я не успела заметить это всё. Здесь вот это здание, здесь есть разные кружки, столовая, всё такое, короче. Здесь есть банк, вот. Так что, то же самое, кто хочет посмотреть, полностью универ, возможно, когда-нибудь я смогу это сделать, только поставьте палец вверх, чтобы я поняла, что вам это интересно. Палец вниз нельзя. Палец вверх, только, да. Не знаю, там что-то происходит, там, короче, вечно какую-то движуху делают, тогда, когда нас нету просто. Блин, такая погода классная. Ну, холодно, кстати. Холодно, да. Немножечко холодновато, но... Весенний ветерок. Вот это всё лето, вообще, очень красиво, когда это всё зелено. Вот так вот. Нам идти до... кушать главного района, да, где-то 10-15 минут, что пойдём пешком. Вон там тоже что-то расцвёздило, затевало. Кстати, вон там мой факультет, вон там, а её факультет вот здесь, поэтому это близко. Это не надо идти так далеко. Там тоже что-то происходит, там, короче, вот эти приехали, машинки, фургончики с едой, вон там вот большая полянка, где можно покушать, вот это всё сделать. Это всё делается для студентов, которые только поступили. Вот так это всё происходит. Там что-то уже кушают. А вот здесь такая красота. мы пришли в район, только студенты. Это рядом с универом район. Здесь есть покушать, попить, а ещё и где живут сами студенты. Здесь я раньше тоже жила, а Мирим здесь живёт. Здесь очень удобно. Вот это всё. Сурём, сурём. Да. Вот. И мы идём кушать пасту и пиццу. Самую нездоровую еду. Паста же есть? Да. Но там только паста по пиццам пора. Да. Мы сейчас ещё пока не думаем. Выбора тут очень много, студентов тоже много. Сейчас как раз вечер, и походу все места забиты. Сейчас где будет свободно, туда пойдём. Здесь, кстати, ещё и кофе, и да, намного дешевле, чем в другом месте. Потому что здесь много очень иностранцев. Ещё и студентов. Вот так вот. Чувак, мы пришли ужинать. У нас пицца и паста. Паста из морепродуктов, крем-паста и пицца половину. Пепперони и с картошкой. Ееее. Мы пришли в кафе немножечко позаниматься, сделать уроки все то, что этот. Здесь очень много людей и немножечко шумно. Сейчас я вам покажу вкратце, как выглядит кафе. Вот Мэриэйл, главная героиня сегодняшнего. Моего влога. Это тортик банановый, половинка. Вот так вот выглядит кафе. Там еще есть то здание и это здание. Вот такой вот стол прикольный и очень-очень шумные тетинки на заднем плане. Я готовлю уроки корейского языка и делаю свои задания. Студенты тоже пришли другим заниматься и я помедую здесь посидеть чуть-чуть подольше. Я закончила делать уроки, смотрите, какой-то красивый универ вечером. Подсветка такая. Время 10 часов. У меня много еще чего нужно сделать, поэтому я быстро спешу домой. Вот. Завтра утром вставать. Если я успею, еще вам сниму что-нибудь интересное. Погода очень хорошая и не холодно. Спасибо вам всем, что меня смотрели. Увидимся в следующих влогах. Пока-пока.